Студия Позитив представляет Илья Олейников и Юрий Стоянов В русской народной передаче Городок Здравствуйте Я буду у вас жить Меня перевели в другой тюрьмы По какой статье? Что? Я спрашиваю По какой статье осужден? По 158-й кража? Или по 105-й, часть 2-я убийства с отечающими? Да что вы, какое убийство? Я журналист Осужден по статье Судья Жучаевы должен сидеть в тюрьме В газете «Вечерний город» Написал Из этого мерзавца сам 60 лет на нары попал Уже полгода по тюрьме мыкаюсь А я только месяц сижу А ведь сидим мы здесь с тобою по недоразумению Причем по одному и тому же недоразумению И вы? Нет, ну какое это недоразумение? Это все он Этот подонок устроил А недоразумение в том Что меня уже Таки посадили А тебя Еще не выпустили Ой Господин Жучаева Это какое-то недоразумение Я не вас имел ввиду Я А вообще-то Я очень рад вас видеть Очень Здесь Правда Я так рад вас здесь Видеть Городок По недоразумению Вот не ожидал Не ожидал вас здесь увидеть Чтобы вы Судья И сами сели Да я сам не ожидал Все вышло Как в хреновом телесериале Это все-таки значит Есть справедливость Я ведь столько жалоб написал Во все инстанции Да при чем тут твои жалобы? Я сел по недоразумению По какому недоразумению? По необъяснимому недоразумению Но На годик всего Не понимаю А что значит По необъяснимому? А то значит Что если я начну Объяснять Что-то кому-то То мне еще лет Десять Напавят Час как началась смена Час Чем мы занимаемся? Где этот долбанный дрессировщик? Где он? Я с тобой разговариваю Она Кофеек она попивает Кинематографистка Где он? Я только что звонила Едут они Едут Ты говорила Что это лучший дрессировщик в стране Да Что он научит Мухтара всему Чему надо там Говорила? Ну ты отвечаешь О Это он? Да Здравствуйте Скажите Это здесь? Пока ходят съемки Телесигиала Мухтар Возгращается Возвращается? Да Вот здесь А вы и есть Лучший дрессировщик в стране? Ну что вы Это преувеличение Хотя Тридцать лет Габоты в Голливуде Да? Да Старик приятно Что мальчик Соскучился по съемкам Мальчик Ну чего Подучили нашего главного артиста К всему чему надо Да Очень способный песик Он теперь Просто творит чудеса Прыгает через багры Багры Барьеры Барьеры? Да Да Через них Бегет след Выполняет все команды Замечательно Понимаешь Таких Старик Понимаешь Это все здесь не очень нужно Тут такая фишка Он в этом кадре Просто должен Много рычать Он как бы Среди своих Он чувствует предателя И он на него Рычит Врубаешься? Вгубаюсь Но Извините Тут у нас Маленькая Недоработка Гричать он Не может Как не может Ну Он букву Эг Не выговагивает Вот это вот Гы-гы-гы-гы Но не получается у него Уж как только я ему Не показывал Не показывал Бухтар Делай как я Гы-гы-гы-гы Гы-гы-гы-гы Гы-гы-гы Гы-гы-гы Гы-гы Гычать Но не получается у него Убегите Уберите их отсюда Тихо Тихо Я даже Даже Представить себе не мог Что мне придется сидеть Вместе с вами Это я тут сижу А ты стоишь Тут другой койки нет А я тоже имею право На эту койку Она ведь не ваша Она казенная И все-таки я поражаюсь Неужели вы Такой человек Вот такой Желчайло И не смогли выкрутиться Ну Не смог Не смог Я дурак Дурак Слишком долго Одно дело Обдумывал Ну и что За это не сажают Много ты понимаешь Ладно Сейчас уже можно рассказать Я слишком долго Обдумывал Брать мне Маленькую взятку И большую И пока я обдумывал Обдумывал Большую дали Другому судье А мне дали Маленькую Погодите А другого судежу Что потом Тоже Посадили И Даже не привлекли А как же то У них хватило наглости Хватило Я же говорю Большая взятка была Всем хватило Как ты мог И это мой сын Недоумок Ты же опозорил Славную фамилию Сундуковых Ой ладно папа Ну подумай Господи Сколько сил я потратил На то чтобы Дать тебе образование Устрои то приличное место И вот благодарность Ну как ты мог Ну как Да что я такого Сделал то Как что Эти махинации С ценными бумагами Липовые кредиты Подложные ведомости Вот денег В офшоры Да подумаешь Ну все так делают Только не сундуковые Ты бросил тень На репутацию Всей фамилии Ой Ой Я бросил Тень Вот великое дело Вот именно Дело Ты знаешь Что против тебя Возбуждено Уголовное дело И идет следствие Опа А что делать Пуся Пуся Что делать Обгонился А теперь Что делать Нет уж все Не достоин Ты носить фамилию Сундуковых Не достоин Вот тебе сынок Паспорт На имя Варфоломеева Виктора Петровича Вот билет На самолет И чтоб Духу твоего Здесь не было Отсидишь ты пока В Швейцарии И чтоб Тихо там Смотри Не замарай Еще я фамилию Варфоломеев У меня не так Много паспортов И они тоже Между прочим Денег стоят Опа Все Иди уж Ничтожество Ну ничего Ничего Раз вы уже здесь Значит меня Скоро выпустят Мы с женой Верим Что скоро Будем на свободе Вместе Она у тебя Тоже сидит Да что вы Я имел ввиду Что моя жена Тоже в это верит Это ты Ты веришь Что она Верит Но я тебе скажу В жизни мужчины Многое зависит От женщины Многое Вот я одной женщине Пожизненно благодарен За то что она Меня сделала Настоящим мужчиной Ты понимаешь Понимаю Это была Ваша первая любовь Ну да Где-то так Где-то В первой десятке Ой я ее любил Какая любовь Письма писал Под домом Караулил Она ноль внимания Ноль Тогда я решил Подарю ей Огромный букет цветов И исчезну Из ее жизни И что? А мне папа сказал Какие цветочки Настоящий мужик За свое счастье Должен драться Ты понимаешь Драться Ну и? Ну а я без всяких цветочков Набил ей морду И исчез Так романтичней За тебя Моя любимая Мы уже 20 лет вместе А я не перестаю удивляться Как мне повезло Ты мой ангел Ты чудо Ты идеализируешь Нет-нет Ты действительно мой идеал Ты самосовершенствую Ну это уже слишком Ничего не слишком Если у тебя есть Какие-нибудь Маленькие недостаточки Ошибочки То я их даже не замечаю Правда? Правда Ну раз так, козлик Я бы хотела тебе Кое в чем признаться В одной маленькой ошибочке Только дай мне слово Что ты не будешь сердиться В такой день? Да ни за что Как-то у нас потек кран И я вызвала сантехника Ну а что тут такого? Тебя не было дома Ты очень редко бываешь дома И у меня с ним, с сантехником Случилась маленькая ошибочка Вот как? Ну говори, говори А еще Я как-то Вызвала мастера Чинить кондиционеры И с ним тоже ошиблась Два раза Ну у нас же Два кондиционера Да Ну Сегодня я готов просить тебе Все что угодно Это все? А еще Как-то я вызвала Электрика Да Но ошиблась Один раз Ну ты же знаешь Сколько у нас Розеток в доме О боже Выключатели Нет А лампочек Убью Козник 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 Я говорил А тебе не нужно столько розеток в доме Убью Козник Козник А говорил что любишь Ты врал Во всех ваших процессах Обвинительный приговор был построен на недоразумениях Был построен на фикциях и недоказанностях На фикциях? Не знаю Не знаю Я на этих фикциях построил три реальных дома Две квартиры и три дачи Господи Ну когда же меня выпустят? Ведь раз вас посадили То все дела Которые вы раньше судили Должны теперь пересмотреть Это же нонсенс какой-то Что мы вместе с вами сидим Ну Я вот тебе Как юрист скажу Вообще Вся юриспруденция Это недоразумение Понимаете? Но от этого недоразумения Зависит вся моя жизнь Когда-то же это наконец кончится Ну конечно кончится Обязательно кончится Тут только вопрос Что кончится раньше Недоразумение Или твоя жизнь Ужас 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 Ну что голубчик Проснулись? Кто это у нас? Недорезов Иван Ильич Вчера прооперирован По поводу острого аппендицита Оперировал доктор Люков Как самочувствие? А что уже все? Да Операция прошла успешно Поздравляю вас Уже прошла Да А я ничего не заметил Я как будто вот заснул И сразу проснулся Представляете Я даже сон видел Да И что за сон? Очень странный сон Как будто я лежу На операционном столе А надо мной хирург Со стаканом Водяры в руке А вокруг Девки Полуголые Вот только в холайниках Беленькие Сверху Песни распевают А закуска Вот Прямо Вот у меня На пузе Ну Это у вас Из-за наркоза Из-за наркоза? Да Что Анестезиолог Слишком много Наркоза дал Наоборот Не додал Значит так Записывайте Во-первых Анестезиологу Не экономить на наркозе И во-вторых Доктору Люкову Запретить Отмечать день рождения На работе Ну Поправляйтесь О О Ой Коллега называется Вот Меня опять даже не пригласил Ой Скотина Тварь Животное Ой 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 Ого 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 Спасибо Обойдусь Зря Не стесняйся Приводится Мне каждый день Передачи носят А вот это Один мой бывший Подсудимый Старается Это за что Такая забота А есть у меня Знаешь ли Такой дар Убеждения Что ли Вон послушаем Он Старый Рецидивист Уже в 14 лет Грабил киоски Потом квартиры Потом банки А я с ним поговорил Объяснил ему Что бывает За ограбление Банка Я говорю Да Он Начал Жизнь Сначала Очень интересно Я бы об этом написал Когда выйду И что он сейчас делает Ну я же сказал тебе Начал Жизнь Сначала Вот Опять Грабит Киоски Как в 14 лет Реклама Здравствуйте Наш новый тариф Межконтинентальный Позволит вам связаться С любым уголком мира Даже самым-самым Отдаленным Но главное Что за связь Вы не платите Ни копейки Допустим Вас интересует Азия Нет проблем Здравствуйте Пожалуйста Говорите с Азией А может быть вам нужна Африка И это Возможно Здравствуйте Нет проблем Разговаривайте с Африкой А может вам Крайне срочно Нужно пообщаться С крайним севером Северной Америки А мы можем И это Здравствуйте Однако Говорите сколько влезет И за это Вы не платите А ни копейки Тариф Межконтинентальный За связь Ни одной Копейки Здравствуйте Однако Вы платите Только за доставку Вашего собеседника С интересующего вас Континента Вот эти же И мне хоть немножко Прилечь Вот будет у тебя Своя койка Тогда и приляжешь А что ты там читаешь Письмо жены Угу Ну давай слух У меня жены нет Будем твою На двоих Делить Так это Я бы попросил Попроси Хотя ладно Дорогой Витя Помнишь тот свитер Который ты подарил мне Двадцать лет назад Он был такого Жуткого цвета Что не только я его Ни разу не надевала Его за эти годы Даже моль Не тронуло Угу Так вот Я его перекрасила В красивый цвет Ох Догадалась таки За двадцать лет И в такой красивый Что моль Его сразу Сожрала Ну почему мне всю жизнь Не везет В школе меня били В институте дразнили Первая жена Бросила Теперь я вот в тюрьме Ну за что Спрашивается За что Это ты Не под той звездой Родился Понимаешь С гороскопами Не поспоришь Вот я Я майский Родился Двадцать пятого А ты Какого на свет родился Я и сам себя часто спрашиваю Ну какого я родился На этот свет Какого Спрашивается Кино Художественный фильм Двадцать девять с половиной недель Да Извините Мне нужна заведующая ЗАГСом Это я Вы Заведующая Я Заведующий Простите Просто привык Что обычно женщина Извините Это даже хорошо Что вы Мужчина Мне будет легче Что легче Простите Вы как мужчина Мужчину меня Поймете Дело в том Что я родился С семимесячными Ну и что Мы то здесь что можем изменить Изменить ничего нельзя Восстановить справедливость Можно Я должен был родиться на два месяца позже Это Это Не справедливо Вот мое свидетельство о рождении Просто Исправьте мне Дату моего рождения Все Вы что с ума сошли Это же документ И потом я не понимаю Зачем вам это нужно Сейчас Поймете Это мой сосед Эй ты Недоносок Ты почему не берешь трубку Я тебя последний раз предупреждаю Не передвинешь забор Пожалеешь Понял Недоносок Он меня так Все время Оскорбляет Просто Пожалуйста Исправьте мне здесь Дату Два месяца всего И все И тогда я смогу Подать на него В суд Не только за оскорбление Но и за клевету Жизнь твоя Правда Да А свидетель вам на суде Не нужен Я готов Свидетельствовать Спасибо Я даже не ожидал А я Шестимесячный Мы им еще Покажем Мы 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 Все Ох Покажем Ты же Свидетель А я Свидетель Жуков Это я Это я Жуков Ну что я говорил Справедливость Высторожизовала Стоп Стоп Извините Ошибочка Такой Не может быть Не может быть Это опять Недоразумение Ай Недоразумение 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 Недоразумение